вывод вот слышали когда-нибудь такое приди к иисусу и он даст тебе ответ но интересно что когда мы с вами читаем писание мы с вами видим что даже когда речь идет о нуждах наших библии говорит возложите все заботы ваши на него ибо он печется о вас да то есть опять же некое действие которое ты должен сделать а когда вопрос идет о наших взаимоотношениях со христом то каждый раз когда иисус обращался кому-то он призывал следовать за ним и в процессе следования случаются разные вещи и вот здесь вот должен быть баланс с одной стороны мы должны понимать что мы призваны следовать за ним исследования это обозначает действие скажите вместе со мной действия следование она не всегда сопряжена с некими радостными событиями может быть сегодня не актуально типа говорить об этом с молодежью но тем не менее я готов говорить я хочу говорить почему потому что это евангелие это библия и кто из вас вы сегодня были на утренних вот служениях на которое было в 10 или в час на каком-то из них да потому что просто и там и там они касались вот это замечательная замечательная семейная пара михаила надежда они касались стартовых стартовым местописанием у них было что мы призваны выбрать благословение или проклятие мы выбираем мы выбираем чего мы хотим мы выбираем по итогу не просто чего мы хотим а мы выбираем то что мы получаем почему потому что если мы делаем что-то то мы получаем определенные последствия и я думаю что вы не настолько молоды чтобы не понимать этого то есть я думаю вы уже все сталкивались что очень часто в жизни что ну то то что мы видим что определенные наши выборы они сопряжены с определенными последствиями что мы имеем в последствии вот когда мы говорим о следование за христом то есть иисус он смело призывал следовать за ним почему потому что он точно знал что в следовании за ним есть благословение то есть он не говорил что все будет гладко он не говорил что все будет классно тем более мы с вами видим что определенное количество апостолов которые были призваны до кого он призвал лично сам лично ребята не умерли мученической смерти такая пауза для размышления они умерли мученической смертью то есть со стороны мира а это вообще не было радостно но проблема в том что мир смотрит ограниченным мышлением мир сегодня он ограничен только лишь своими желаниями и вот этой обычной мирской жизни мирской суетой интересно что мы читаем с вами 21 глава евангелие от иоанна я еще хочу прочитать чтобы у нас будет некая я хочу заложить основание поговорить о не некоторых моментах с вами и читаем 21 глава и она с 20 стиха петр же обратившись видит идущего за ним ученика которого любил иисус и который на вечере преклонившись груди его сказал господи кто предаст тебя его увидев петр говорит иисусу господи а он что иисус говорит ему если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того ты иди за мною то есть по факту иисус не призывал иоанна речь идет об иоанне да вы понимаете же все считали библию да он говорит а почему он идет и 20 стих то в принципе и пояснял нам кто это идет иисус говорит 22 стих если иисус говорит ему если я хочу чтобы он прибыл пока приду что тебе до того ты иди за мною скажите кто здесь вы младше 16 лет вот вам сколько тебе 15 вот у нас есть один единственный человек есть еще кто 6 кому 16 нет иоанну было 16 лет иоанну апостолу иоанну богослову как его называют по-другому в тот момент когда он был призван ему было 16 лет закончил он свой путь ну разнятся там почеты приблизительно так скажем 94 96 лет он закончил свой путь то есть он прожил на земле здесь мы с вами читаем что иисус призывает петра иисус разговаривает с петром но иоанн он берет на себя эту ответственность для того чтобы следовать за христом послушайте друзья ребят следование за христом это всегда будет наша личная ответственность я бы много с вами сегодня мог поговорить об этом но я не буду то есть просто касаться только этой темы я хочу так сказать поговорить но если вы захотите исследовать этот момент вы можете увидеть что с одной стороны библия называет нас семьей с другой стороны библия говорит что мы тело господа иисуса христа и так далее да что мы вместе да мы армия библия показывает нам но с другой стороны писание конкретно показывает что мы делаем всегда личностный выбор личный выбор когда библия говорит о последнем времени то писание говорит даже двое лежат в постели представьте насколько близко ближе уже некуда один берется другой оставляется двое работают на поле в поле они могут быть с работниками они могут настолько близко общаться вместе библия говорит один берется другой останется то есть и с одной стороны если мы говорим с вами о молодости конечно дружба я помню я разговаривал со своими детьми и некоторое время назад ну мне один из сыновей сказал интересно пап а ты правда говорил я здесь некоторое время назад я вспомнил твой разговор со мной когда в школе ты разговаривал со мной что множество тру из моих друзей в школьных я не вспомню и сегодня не я бы ты был горит прав что сегодня я не могу понять как некоторых из них тогда я называл друзьями и я за них из-за них спорил с тобой я что-то доказывал единство что вот особенно молодость сопряжена с этим взрослые люди они как бы но они более рассудительны почему потому что ну хорошо дружба дружба дружбой но если это начинает влиять разрушительно на мою семью если человек в браке в отношениях я не готов с тобой общаться ну мудрые более мудрые это делают я не готов там ну какие то почему потому что это разрушительно влияет на моих детей на мою семью там еще что то то есть взрослые люди мудрые люди они более рассудительны мало молодежь но она больше склонна к другому то есть вау у нас мы все давай и многие делают даже чтобы там ну да ребят некоторые даже покупки то покупают из-за того что так сказать не тянутся к чему-то из-за того что чтобы не быть хуже чем их друзья быть там как бы в одной теме там пойти куда-то смотреть какой-то фильм там и неважно даже если этот фильм не нравится или этот фильм там будет разрушительно действовать на твой внутренний мир на твое состояние но за компанию давай чтобы на меня не как-то не смотрели как-то не это окей давай там сделаем там и и очень часто ну это как бы разрушительно действует я благодарен богу бог дал мне эту мудрость и я пришел ко христу в 20 лет и я на тот момент я уже способен был сделать выбор четкий выбор если какие-то вещи они действуют разрушительно на мою жизнь и они меня влекут вообще не в то русло я не готов был общаться с людьми следование за христом она накладывает в том числе нет некие ограничения я помню мы с наталья и но меня пригласили в корею проповедовать и ну сказали что мы приглашаем ваш женой там будет несколько церквей в которых вы будете служить вы можете взять с собой три семьи внутри три пары ну или правильнее сказали вы можете взять с собой шесть человек которые вот ну желательно чтобы это были семейные пары которые проплатят билеты себе до кореи мы уже возьмем ответственность за них мы будем их возить вместе с вами они будут вместе с вами там где мы будем селить вас жить в каких гостиницах мы также будем заботиться о них кормить там то есть вы можете взять их просто с собой чтобы они могли посмотреть побыть вместе с нами ну и соответственно не так много людей могли позволить себе поехать в корею проплатить то есть все эти три семейные пары это были люди которые связаны с бизнесом с предпринимательством потому что в том числе иметь свободное расписание более-менее имеет свободные деньги то есть это ну как бы не не все могут там позволить это в большей степени бизнес предпринимательство со мной поехала три семьи я помню как мы приехали в здесь в новосибирске в аэропорт и я вдруг осознал вдруг понял что со мной едут три семьи и это люди бизнеса у которых есть люди которые под ними работают то есть они привыкли сами выбирать решения сами там какие-то решать куда они идут во сколько они встают во сколько они ложатся что они делают там и так далее но здесь они ехали со мной их пригласили из-за меня их не пригласили самих по себе я помню как я в аэропорту я уже перед вылетом я посадил их и поговорил с ними я говорю ребят игры я понимаю что вы состоятельные люди у вас есть там свой выбор вы там у вас есть люди которые под вами работают но я хочу чтобы вы запомнили что здесь вы платите за свои билеты несмотря на то что вы платите за билеты вы едете со мной вы едете с нами со мной с моей женой вы не едете сами по себе поэтому вы не можете ходить куда вы хотите вы не можете составлять расписание какое вы себе хотите потому что вы едете со мной пригласили меня и нас будут возить с вами туда я надеюсь конечно же я им сказал что нам дадут свободное время где вы сможете там что-то ну посмотреть сами там не знаю съездить в магазин еще что-то но в большей степени вы двигаетесь по расписанию тому которая есть у меня которая прописана мне интересно что я подумал но вот они же вроде бы свободные люди материальном плане в других вещах но они поехали туда они последовали за мной и вот это вот следование она наложила определенные ограничения в их жизни но при этом они знали есть же благословение они оплачивают билеты они побудут только билеты не больше они побудут в тех местах в которых они бы сами не побыли они пообщаются с теми людьми с которыми самостоятельно они бы не встретились понимаете то есть они понимают что за этим стоит другая часть благословения и понимаете в этом вся суть что мы с вами должны понимать когда мы с вами следуем за христом до с одной стороны мы выбираем его правила игры если так можно выразиться но с другой стороны мы понимаем или лучше чтоб мы понимали что за этим следует его благословение и когда мы понимаем это тогда мы на самом деле осознанно всякий раз выбираем потому что выбор это не единственное то что мы когда-то сделали все иисус я следую за тобой это не единожды вы всегда будете вставать перед выбором конечно будут выборы более мелкие будут выборы более такие большие которые будут помогут повлиять на многие вопросы вашей жизни но тем не менее они всегда будут поэтому следование за христом оно всегда сопряжено с определенными ограничениями но при этом я хочу сказать что благословение они всегда больше и они всегда лучше аминь интересно что исайя 46 глава 4 стих я хотел бы чтобы все таки у нас с вами было достаточно библии потому что библия это неизменное слово божье и в моей жизни но вот может быть в вашей жизни вы сегодня еще двигаетесь за христом поверить просто доверяя тем кто рассказывает кто проповедует или там ваших родителей в моей жизни вы должны понимать что я когда проповедую то есть меня бы просто давным давно бы уже не было то есть поэтому я для себя проверил что слово божье она реально живо и действенно то есть не просто то что написано в библии это то что принесло жизнь мне это то что дало здоровье мне это то что ну вообще вот мой сын который до 1 1 из них да давид в том числе то есть благодать который является молодежным пастором то есть если бы соответственно господь не пришел в мою жизнь если бы слово божье не произвело работу в моей жизни соответственно не было бы меня не было бы нашей семьи как таковой не появилось бы и его и других сыновей поэтому я спокойно об этих вещах говорю здесь смотрите 46 глава исаи 4 стихи и до старости вашей я тот же буду и до седины вашей я же буду носить вас я создал и буду носить поддерживать и охранять вас давайте я еще раз прочитаю это слова господа это бога вопрос в другом вопрос в том дадим ли мы ему носить нас потому что бегать за нами догонять нас он не будет он бог сегодня множество людей вокруг нас даже верующих они не заинтересованы в том чтобы бог носил их то есть почему им больше да они могут даже называться верующими христианами но им интереснее чтобы бог в принципе то не особо вникал в их жизнь чтобы просто бог благословлял их вот чего они хотят они не особо хотят и ходить его путями они не особо хотят следовать на самом деле за ним они просто хотят чтоб он их благословлял давал им денег чтобы дети были послушны чтобы жена если этому чтобы он был послушан и исполнял их желание если это там жена значится она хочет чтобы муж был послушен но послушайте бог не будет бегать и носить давай и иди сюда ну послушайте чтобы я его нес он должен не разрешить библия конкретно показывает нам что бог ничего не будет делать без нашего желания и разрешения почему потому что он создал нас со свободой выбора и воля изъявления аминь сколько евгений ты вешаешь скажи то есть мне не проблема поднять 58 килограмм но если он будет сопротивляться мне будет неудобно если он не захочет чтоб я его нес и будет отталкивать меня если он будет на моих руках ну я его не буду нести но я понимаю что я какие-то буквальные простые вещи вам рассказываю но это же хорошо чтобы вы об этом подумали аминь то есть чтобы пройти даже если когда мы возвращаемся с вами к апостолам которые прошли нелегкий жизненный путь на самом то деле но заканчивать думаешь ксения я я могу закончить правда но я просто хотел бы чтобы вы немножечко на эту тему подумали ладно не буду евгения носить это я чувствую что он себя дискомфортно чувствует он уже готовится да нормально или пронести ну присаживайся ладно в общем вы понимаете он уже да за поэтому ребят я хотел бы чтобы мы с вами это понимали давайте я ну правда вы потом дома на эту тему можете поразмышлять я все-таки верю что то о чем мы с вами сегодня говорим что это не растворится у вас когда вы будете пить кофе не выветрится просто из головы как это дым из этого зала ну это останется внутри поэтому я бы очень сильно хотел чтобы вы подумали об этом в каждом из вас в каждом из вас скажите вместе со мной в каждом скажите во мне сокрыт потрясающий потенциал божий в каждом из вас я повторюсь еще раз и буду повторять столько сколько это нужно в каждом из вас сокрыт сокрыта уникальность божья это рассвести может только тогда в полном свете когда вы следуете за ним когда вы ищите его путей я сегодня часто слышу там допустим как молодежь говорит как всякие опросы там и так далее когда людям задают там чтобы вы хотели в своей жизни там и и самый самый частый ответ среди молодежи я думаю вы знаете скажите какой самый частый что бы вы хотели в своей жизни а кто из вас вы говорили путешествовать самый частый ответ самый частый ответ когда задают вопрос чего вы хотите среди молодежи это путешествовать не да демьян нет 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 ты чего чего денег для того чтобы путешествовать спалили да спалили тебя сразу да там еще какие-то моменты 1 тимофея 6 глава 9 стих здесь апостол павел он пишет когда тимофею обращается это считается лидерским посланием он наставляет и тимофей был юношей он оставляет юношу он учит его и одна из вещей что он говорит ему он пишет а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти которые погружают людей в бедствие и пагубу скажите мне богатство чего я видал сразу вопрос закрыт скажите пожалуйста вот ответьте мне просто ну вы же уже читаете библию вы же в церкви а скажите богатство это грех ну нет же тогда почему здесь так написано оригинал говорит буквально те которые стремятся те которые погнались и настолько были захвачены этим вот когда ты хочешь чего-то слишком сильно и быстро что это перекрывает твои мозги вот я не знаю пользуетесь вы это в молодежи там есть такое выражение или нет среди моего поколения есть такая фраза когда забрава упала там или знаешь как бы говорят там шлагбаум упал там или еще что-то когда у человека хлоп все и перекрыло у него вот одно желание я не знаю какой вы сленг используете там допустим в сегодняшнее время какое какое выражение но это тогда когда желание чего-то может быть это противоположный пол может быть это какая-то работа может быть это не знаю какое-то место жительства может быть это вот какая-то вот такая сумасшедшая жажда там с путешествиями с финансами то есть что оно просто перекрыло и он говорит впадают во многие безрассудные и вредные похоти и попадают в различного рода бедствия и пагубу я хотел бы Артур помоги мне выведи семечко ну вообще яблоко я можно было бы не выводить вы все это знаете вы все знаете яблоки там скажите вот вот вы видите там семечко видите да а теперь покажи яблоню многие из вас вы могли видеть яблоню но а есть где-нибудь картинка чтобы можно было увидеть всю яблоню целиком вот вы видите вот вот такие стволы яблони видите вот просто задумайтесь как так получилось как так получилось вот мы с вами видели семечко вы все видели вы все ели яблоки вы все видели семечки яблони как так получилось что из семечка появился вот такой ствол ну как так получилось ну хорошо ну ладно укачивают за ухаживали там ну давайте вот будем ухаживать за этой кафедрой поливать с ней получится что вот почему если взять отсюда семечко сейчас замочить его она прорастет потом посадить его в хорошую почву и тогда появится вот такой голос в котором будет просто масса вот этих себя как такое может получиться и вот понимаете бог я вам сказал что в жизни каждого из вас вложено вот это вот семя божественного потенциала божественного благословения если вы поймете что все это происходит в пути в следовании за христом это не произойдет быстро многие вещи тогда спустя определенное время вы увидите как произрастет что-то потрясающее из вашей жизни если вы будете метаться если вы будете спешить если вы будете лишь стараться решать я не говорю сегодня про человеческие усилия они необходимы но если вы будете просто кидаться влево и вправо именно не выбирая путь следованием за христом то пройдет время большому сожалению вы сможете осознать что авоз и ныне там я видел людей которые быстро обогащались на наркотиках на алкоголе на еще каких-то вещах теряя семьи потом теряя все абсолютно можно и так вот вот дерево спасибо дорогу вот как поразмыслите потом об этом но это богом вложенный потенциал в это семечко в ядро я не видел в своей жизни потенциала не видел его понимаете все то что я хотел сделать человеческими усилиями это разрушила мою жизнь это разрушила мое здоровье это разрушила здоровье моих родителей разрушила к сожалению я благодарен богу я не знаю как бы я жил если бы мои родители на том этапе просто умерли бы я благодарен богу что они живы до сегодняшнего дня и у меня есть отношения с ними но мы на сегодняшний день вы ребята вы не ответственны только за себя вы в том числе ответственны даже за своих родителей в принятии решений и библия говорит если ты хочешь быть долголетен почитается и мать думай о том как ты поступаешь в отношении родителей общайся с ними разговаривай старайся быть понятым и старайся понять их аминь как они смотрят на те или иные вещи потому что когда мы с вами читаем евангелие от марка 4 глава 26 28 стих сказал царствие божье подобно тому как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем как семя восходит и растет не знает он ибо земля сама собою производит сперва зелень потом голос потом полное зерно в голосе как это происходит вот так это и происходит в доверии ему через время почему потому что когда ты доверяешь ему когда ты следуешь и может быть с твоей точки зрения ничего не происходит почему да потому что внутри тебя поселилась суета тебе надо быстрее все тебе надо быстро что все крутилось быстрее чтоб финансы появлялись быстрее чтоб суженый появился быстрее чтобы еще что-то там богу места и мало там суета сплошная внутри там надо быстрее что то быть вот как то чтобы сей решился какой-то вопрос быстрее пришел какой-то ответ но когда мы доверяем ему когда мы позволяем когда мы следуем потому что многие моменты они накопительны накопительны когда мы доверяем господу как это происходит ну как это происходит ну послушать да любой садовник он знает это простите за выражение на молодежном служении и не гонит о том что он посадил семечко и завтра оно должно ему дать яблоки но он посадил и все он понимает лет на семь надо поливать ухаживать представляете и нормально никто не хочет закопав картошку завтра пойти и выкопать ну да есть скороспелая картошка 40 дней но все равно есть период ожидания ну послушайте есть пшеница а зима и и посадили зимой в зиму посадили вот сейчас ее будут садить сентябрь и октябрь это в июне в июле есть время ну почему когда вопрос касается нас я вижу сегодня как многие как библия конкретно говорит впадают в различные пагубы они засовывают голову туда куда не надо они засовывают просто тратят свое время тратят свою жизнь просто кидаясь бегая наша задача следовать за ним я повторюсь еще раз что я бы о многих вещах сегодня говорил но позвольте ему следовать позвольте ему использовать вашу жизнь служите им делайте то что вы можете сегодня делать вопросе служения вопросе работы доверьтесь ему что есть всему это большая тема и сегодня не смогу об этом говорить но есть всему как соломон говорил времена и сроки иисус говорил об этом же есть всему времена и сроки есть времена есть время когда может прийти правильный человек который поможет с бизнесом есть время которое правильное для тебя для твоей жизни и ты не выйдешь может быть замуж как некоторые выходят 19 или как некоторые выходят 23 может быть у тебя будет твое время но это будет благословение для тебя реально благословения не то ермо в которое ты засунешь голову и потом будешь ну почему у всех как у людей а у меня то чё ж такое и потом следствие определенные я я хочу быть на самом деле добрым пастором но и у меня же трое детей ребят я к вам отношусь как реально к своим детям я служу я хочу быть помощью для вас чтобы вы делали правильные выборы правильные решения потому что следование за ним исполнение его слова это то что тебе даст реально счастливую жизнь счастливую жизнь потому что бог ведет тебя в правильное в свое время когда ты следуешь за ним когда ты позволяешь следовать за ним он тебя защитит от неуверенности от страхов в процессе пути это точно что проведет тебя через всю жизнь если ты позволишь ему быть захваченным им почему потому что как мы прочитали он держит тебя за руку он не просто держит смотрите он горит до старости вашей я тот же буду до седины вашей я же буду носить вас я создал и буду носить и поддерживать и охранять вас я сегодня я искренне благодарен богу за то что я во многих вопросах не принимал быстрые решения какие-то скороспелые решения я помню как один человек когда я очень сильно нуждался в деньгах прям очень сильно нуждался в деньгах я уже тогда был женат и нам не на что было жить реально не наш и когда один брат он брат церкви ребят это не какой-то халдей он предложил определенный заработок но этот заработок был весьма скользким я сказал я не буду в этом участвовать мне было тяжело отказаться все мое естество она оправдывала сейчас это шаг и это решение я благодарен богу что я доверился богу я вижу до сегодняшнего дня его руку в моей жизни в моей семье я хочу помолиться вместе с вами и за вас просто склоните свои головы господи я молюсь за каждого драгоценного человека я прошу тебя уже благослови каждый дом каждую семью ребят в этих семьях просто благослови господи покрой их в этом вот доверие тебе чтобы они на самом деле могли довериться тебе положиться на тебя в определенных вещах следовая за тобою господи просто на самом деле и проявить эту веру следуя за тобою доверяя тебе шагая за тобою не делая какие-то поспешных решений просто реализуя себя в служении реализуя себя в том что они могут как ты господи сказал что если мы возлагаем заботы свои на тебя то ты поддержишь нас и никогда не дашь нам поколебаться я молюсь господи прошу благослови каждого из них чтобы они были мудрыми и понимали что если мы доверяем тебе следуя за тобою что ты взрастишь этот потенциал это зерно которое есть внутри нас во имя иисуса христа и все доскажут аминь аминь слава иисусу